Первое письмо фессалоникийцам. Глава первая. Павел, Силуан и Тимофей, собрание фессалоникийцев, находящемуся в единстве с Богом Отцом и Господом Иисусом Христом. Незаслуженная доброта вам и мир. Всякий раз благодарим Бога, когда упоминаем о всех вас в наших молитвах, потому что мы всегда помним ваше дело веры, труд любви и стойкость, которую вы проявляете, благодаря надежде на нашего Господа Иисуса Христа перед нашим Богом и Отцом. Мы знаем, любимые Богом братья, что Он избрал вас, ведь когда мы проповедовали вам благую весть, она не сводилась к одним только словам, но явилась в силе, святом духе и в твердой уверенности. Да вы и сами знаете, какими мы сделались ради вас для вашей же пользы. Вы начали подражать нам и Господу, приняв слово при множестве бед с радостью Святого Духа, так что вы стали примером для всех верующих в Македонии и в Ахайе. От вас слово Иеговы зазвучало не только в Македонии и Ахайе. Ваша вера в Бога распространилась во всяком месте, так что нам нет нужды что-либо говорить. Они сами рассказывают, как мы впервые вошли к вам и как вы обратились от своих идолов к Богу, чтобы стать рабами живого и истинного Бога и ожидать с небес Его Сына, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Глава 2 Вы ведь сами знаете, братья, что наш приход к вам не оказался напрасным. Сначала пострадав и претерпев издевательство в Филиппах, как вы знаете, мы с помощью нашего Бога обрели смелость говорить вам Божью благую весть в великой борьбе. Наше увещание нет заблуждения или нечистоты и не с обманом. Это Бог, испытав нас, признал нас пригодными проповедовать благую весть, и мы рассказываем ее, угождая не людям, а Богу, испытывающему наши сердца. И в самом деле, мы никогда не приходили со словами лести, как вы знаете, или скрытым желанием чужого, Бог-свидетель, и у людей не искали славы, ни у вас, ни у кого другого, хотя как апостолы Христа могли обременить вас большими затратами. Напротив, мы были с вами ласковы, как кормящая мать, которая лелеет своих детей. И, питая к вам нежные чувства, мы были рады не только передать вам Божью благую весть, но и отдать вам наши души, потому что полюбили вас. Конечно, братья, вы помните наш труд и изнурение. Работая ночью и днем, чтобы никого из вас не обременять большими затратами, мы проповедовали вам Божью благую весть. Свидетели вы и Бог, какими преданными, праведными и безупречными мы были для вас верующих. Поэтому вы хорошо знаете, что как отец своих детей мы увещали каждого из вас и утешали, и свидетельствовали вам, чтобы вы и впредь поступали достойно Бога, призывающего вас в свое царство и славу. Непрестанно благодарим Бога и за то, что, получив Слово Бога, услышанное от нас, вы приняли его не как Слово человеческое, но как то, чем оно является на самом деле, как Слово Бога, которое и действует в вас, верующих. Ведь вы, братья, стали подобны собраниям Бога, находящимся в Иудее, единым с Христом Иисусом, потому что и вы начали претерпевать страдания от рук ваших соотечественников, так же, как и они от рук иудеев. «Которые убили даже Господа Иисуса и пророков, и которые преследовали нас. И они не угождают Богу и настроены против того, что в интересах всех людей, пытаясь помешать нам говорить с людьми из других народов, что могло бы привести их к спасению, и так дополняют меру своих грехов. Но его гнев наконец сошел на них. Мы же, братья, лишившись на короткое время вас самих, а не ваших сердец, с огромным желанием еще сильнее стремились увидеть ваши лица. Поэтому мы, точнее я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но сатана преграждал нам путь. Ведь какая надежда, или радость, или венец ликования, не вы ли, есть у нас перед нашим Господом Иисусом во время Его присутствия? Да, вы, наша слава и радость. Глава третья Поэтому, не в силах больше переносить это. Мы решили, что лучше нам остаться в Афинах одним, и послали Тимофея, нашего брата и Божьего служителя в благовестие о Христе, укрепить вас и утешить ради вашей веры, чтобы никто не поколебался в этих бедах. Ведь вы сами знаете, что это нам предназначено. К тому же, когда мы были с вами, мы как раз говорили, что нам надлежит претерпеть беды. Это и случилось, как вы знаете. Поэтому, не в силах больше переносить это. Я послал узнать о вашей верности, боясь, не искусил ли вас искуситель, и не оказался ли напрасным наш труд. И вот, только что к нам пришел от вас Тимофей, и принес нам добрую весть о вашей верности и любви, и о том, что вы всегда вспоминаете нас добрым словом, очень желая увидеть нас, так же, как и мы вас. И вы, братья, своей верностью, послужили нам утешением во всех наших нуждах и бедах, потому что теперь мы живы, зная, что вы твердо стоите в Господе. Какую благодарность мы можем воздать Богу за вас, за всю радость, которую вы доставили нам перед нашим Богом. Мы ночью и днем с необычайным усердием возносим мольбы о том, чтобы увидеть ваши лица и восполнить то, чего еще не достает вашей вере. Пусть же наш Бог и Отец и наш Господь Иисус направят наш путь прямо к вам. И пусть Господь даст вам возрастать, да, изобиловать, в любви друг к другу и ко всем, в такой любви, которую мы испытываем к вам, чтобы ваши сердца были укреплены и были безупречными в святости перед нашим Богом и Отцом во время присутствия Господа Иисуса со всеми Его святыми. Глава 4 Наконец, братья, просим и увещаем вас Господом Иисусом, чтобы, приняв от нас наставление о том, как вам следует поступать и угождать Богу, а вы так и поступаете, вы делали это и впредь еще в большей мере. Ведь вы знаете повеления, которые мы дали вам через Господа Иисуса. Воля Бога есть ваше освящение, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас знал, как владеть своим сосудом святости и чести, а не в неуемной похоти, какая свойственна народам, не знающим Бога, чтобы никто не позволял себе причинять вред своему брату и посягать на его права в этом отношении, потому что Иегова наказывает за все это, как и раньше мы говорили вам и основательно свидетельствовали. Ведь Бог призвал нас не для потакания нечистоте, а для того, чтобы мы были освящены. Поэтому, кто пренебрегает этим, пренебрегает не человеком, а Богом, который наделяет вас своим святым духом. А о братолюбии нет нужды писать вам, поскольку вы сами научены Богом любить друг друга. Так вы и поступаете со всеми братьями во всей Македонии. Но увещаем вас, братья, делать это еще в большей мере и поставить себе целью жить тихо, заниматься своим делом и работать своими руками, как мы повелевали вам, чтобы поступать достойно по отношению к внешним и ни в чем не знать нужды. К тому же, братья, не хотим оставить вас в неведении о тех, кто спит смертным сном, чтобы вы не печалились, как остальные, у которых нет надежды. Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы также верим, что и уснувших смертным сном через Иисуса Бог поведет с ним. Говорим вам это словом Иеговы. Нам, живущим, которые доживут до присутствия Господа, никак не опередить уснувших смертным сном, потому что сам Господь сойдет с неба, с призывом, с голосом Архангела и с Божьей трубой, и умершие во Христе станут первыми. Потом мы, живущие, оставшиеся в живых, будем унесены с ними в облаках, чтобы встретить Господа в воздухе, и так всегда будем с Господом. Итак, утешайте друг друга этими словами. Глава пятая Что же касается времен и сроков, братья, нет необходимости, чтобы вам писали об этом. Вы и сами хорошо знаете, что день Иеговы придет точно так, как вор ночью. Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда их внезапно постигнет уничтожение, подобно тому, как у беременной женщины внезапно начинаются родовые схватки. И они никак не спасутся. Но вы, братья, не во тьме, чтобы тот день застиг вас, как воров, поскольку все вы — сыновья света и сыновья дня. Ни ночи, ни тьме мы не принадлежим. Поэтому не будем спать, как остальные, но будем бодрствовать и сохранять бдительность. Спящие обычно спят ночью, и напивающиеся, как правило, бывают пьяные ночью. Но мы, принадлежащие дню, добудем сохранять бдительность и носить нагрудник веры и любви и как шлем надежду на спасение, потому что Бог предназначил нас не к огневу, а к получению спасения через нашего Господа Иисуса Христа. Он умер за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, спим ли, жили вместе с Ним. Поэтому утешайте друг друга и укрепляйте друг друга, как вы и делаете. Просим же вас, братья, почитать тех, кто усердно трудится у вас, кто руководит вами в Господе, кто увещает вас, и проявлять к ним глубочайшее уважение и любовь за их дело. Будьте в мире друг с другом. Умоляем же вас, братья, увещайте нарушающих порядок, утешайте опечаленные души, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы никто никому не воздавал злом за зло, но всегда стремитесь делать добро друг другу и всем остальным. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ведь такова воля Бога в отношении вас через Христа Иисуса. Пламени Духа не угошайте, пророческих высказываний не презирайте, во всем удостоверяйтесь, твердо держитесь лучшего, воздерживайтесь от всякого рода зла. Пусть же сам Бог мира полностью осветит вас, и пусть ваши дух, душа и тело, здравые во всех отношениях, останутся безупречными во время присутствия нашего Господа Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сделает это. Братья, молитесь за нас и впредь. Приветствуйте всех братьев святым поцелуем. Возлагаю на вас серьезные обязательства перед Господом прочитать это письмо всем братьям. Незаслуженная доброта нашего Господа Иисуса Христа да будет с вами. Второе письмо фессалоникийцам. Глава первая. Павел, Силуан и Тимофей собрание фессалоникийцев, находящемуся в единстве с Богом нашим Отцом и Господом Иисусом Христом. Незаслуженная доброта вам и мир от Бога, Отца и Господа Иисуса Христа. Мы всегда обязаны благодарить за вас Бога, братья. И это правильно, потому что ваша вера укрепляется, и любовь каждого и всех вас друг к другу растет. Так что мы сами гордимся вами в собраниях Бога, вашей стойкостью и верой во всех преследованиях и бедах, которые вы переносите. Это доказательство праведного Божьего суда, ведущего к тому, что вы будете признаны достойными Царства Бога, за которые страдаете. Праведно для Бога воздать бедами тем, кто причиняет беды вам, а вам, претерпевающим беды, успокоения вместе с нами, во время откровения Господа Иисуса с неба, с Его могущественными ангелами в пылающем огне, когда Он совершит отмщение тем, кто не знает Бога, и кто не повинуется благой вести о нашем Господе Иисусе. Они подвергнутся суду и наказанию вечного уничтожения, и исчезнут прочь от лица Господа и славы Его силы, когда Он придет, чтобы прославиться со своими святыми и вызвать восхищение у всех, кто проявил веру, ведь наше свидетельство было с верой принято у вас. Для того мы всегда и молимся за вас, чтобы наш Бог посчитал вас достойными призвания и полностью совершил все добродетельное, что Ему угодно, и дело веры силой, чтобы имя нашего Господа Иисуса прославилось в вас, и вы в единстве с Ним по незаслуженной доброте нашего Бога и Господа Иисуса Христа. Глава 2 Что же касается присутствия нашего Господа Иисуса Христа и того, что мы будем собраны к Нему, просим вас, братья, чтобы вы не спешили колебаться в своих рассуждениях и не приходили в волнение ни от вдохновленного высказывания, ни от переданного на словах, ни от письма якобы нашего о том, будто день Иеговы уже настал. Пусть никто не соблазнит вас с тем или иным образом, потому что он не настанет, пока прежде не придет отступничество, и не откроется человек беззакония, сын погибели, противник, возвышающий себя над всяким, кто называется Богом или предметом почитания. Он сядет в Божьем храме, выдавая себя за Бога. Разве вы не помните, что я говорил вам об этом, когда еще был у вас? И теперь вы знаете, что будет удерживать его, пока он не откроется в свое время. Впрочем, тайна этого беззакония уже в действии, но только до тех пор, пока тот, кто теперь удерживает, не уйдет с пути. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом своих уст и которому положит конец явлением своего присутствия. А присутствие беззаконника будет сопровождаться действием сатаны со всякими могущественными делами и ложными знамениями и предзнаменованиями и со всяким неправедным обманом для погибающих, возмездие за то, что они не приняли любви к истине для своего спасения. Поэтому Бог позволяет действию заблуждения влиять на них, чтобы они верили лжи и все были судимы за то, что не верили истине, а находили удовольствие в неправедности. Но мы обязаны всегда благодарить Бога за вас, любимые Иеговы братья, потому что Бог избрал вас от начала для спасения через освящение духом и через вашу веру в истину, к чему Он и призвал вас через возвещаемую нами благую весть, чтобы вы обрели славу нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, братья, стойте твердо и держитесь традиции, которым вы научены, было ли то на словах или через наше письмо. И пусть Сам наш Господь Иисус Христос и Бог, наш Отец, Который возлюбил нас и по незаслуженной доброте дал вечное утешение и добрую надежду, утешат ваши сердца и укрепят вас во всяком добром деле и Слове. Глава 3. Наконец, братья, молитесь о нас, чтобы Слово Иеговы быстро продвигалось и прославлялось, как и у вас, и чтобы мы были избавлены от опасных и злых людей, так как не у всех есть вера. Но Господь верен, и Он укрепит вас и охранит от злого. А в отношении вас мы уверены в Господе, что вы делаете и будете делать то, что мы повелеваем. Пусть же Господь и впредь успешно направляет ваши сердца к любви к Богу и стойкости ради Христа. Повелеваем же вам, братья, именем Господа Иисуса Христа удаляться от всякого брата, нарушающего порядок и не поступающего по традиции, которую вы получили от нас. Вы и сами знаете, как должны подражать нам, потому что мы не вели себя у вас как нарушающий порядок и ни у кого не ели хлеба даром. Напротив, ночью и днем, в труде и изнурении, мы работали, чтобы никого из вас не обременять большими затратами. Не потому, что у нас нет власти, но чтобы самих себя дать вам в пример, чтобы вы подражали нам. Еще когда мы были с вами, то повелевали вам так. Если кто-то не хочет работать, пусть и не ест. Мы же слышим, что некоторые у вас нарушают порядок, совсем не работают, а только вмешиваются не в свои дела. Таким повелеваем и увещаем их в Господе Иисусе Христе, чтобы они, работая тихо, ели заработанное своим трудом. А вы, братья, не сдавайтесь, поступая правильно. Если же кто-то не послушен сказанному нами в этом письме, держите его на замечании, перестав с ним общаться, чтобы ему стало стыдно. Но не считайте его врагом, а увещайте, как брата. Пусть же сам Господь мира всегда дает вам мир во всем. Да будет Господь со всеми вами. Вот приветствие от меня, Павла, моей рукой, которая служит знаком в каждом письме. Так я пишу. Незаслуженная доброта нашего Господа Иисуса Христа да будет со всеми вами. Глава пятая. Что же касается времен и сроков, братья, нет необходимости, чтобы вам писали об этом. Вы и сами хорошо знаете, что день Иеговы придет точно так, как вор ночью. Когда будут говорить, мир и безопасность, тогда их внезапно постигнет уничтожение, подобно тому, как у беременной женщины внезапно начинаются родовые схватки. И они никак не спасутся. Но вы, братья, не во тьме, чтобы тот день застиг вас, как воров, поскольку все вы сыновья света и сыновья дня. Ни ночи, ни тьме мы не принадлежим. Поэтому не будем спать, как остальные, но будем бодрствовать и сохранять бдительность. Спящие обычно спят ночью, и напивающиеся, как правило, бывают пьяной ночью. Но мы, принадлежащие дню, доводим сохранять бдительность и носить нагрудник веры и любви, и как шлем надежду на спасение, потому что Бог предназначил нас не к гневу, а к получению спасения через нашего Господа Иисуса Христа. Он умер за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, спим ли, жили вместе с Ним. Поэтому утешайте друг друга и укрепляйте друг друга, как вы и делаете. Просим же вас, братья, почитать тех, кто усердно трудится у вас, кто руководит вами в Господе, кто увещает вас, и проявлять к ним глубочайшее уважение и любовь за их дело. Будьте в мире друг с другом. Умоляем же вас, братья, увещайте нарушающих порядок, утешайте опечаленные души, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы никто никому не воздавал злом за зло, но всегда стремитесь делать добро друг другу и всем остальным. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ведь такова воля Бога в отношении вас через Христа Иисуса. Пламени Духа не угошайте, пророческих высказываний не презирайте, во всем удостоверяйтесь, твердо держитесь лучшего, воздерживайтесь от всякого рода зла. Пусть же Сам Бог Мира полностью осветит вас, и пусть ваши дух, душа и тело, здравые во всех отношениях, останутся безупречными во время присутствия нашего Господа Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сделает это. Братья, молитесь за нас и впредь. Приветствуйте всех братьев святым поцелуем. Возлагаю на вас серьезное обязательство перед Господом прочитать это письмо всем братьям. Незаслуженная доброта нашего Господа Иисуса Христа да будет с вами. Глава пятая. Что же касается времен и сроков, братья, нет необходимости, чтобы вам писали об этом. Вы и сами хорошо знаете, что день Иеговы придет точно так, как вор ночью. Когда будут говорить мир и безопасность, тогда их внезапно постигнет уничтожение, подобно тому, как у беременной женщины внезапно начинаются родовые схватки, и они никак не спасутся. Но вы, братья, не во тьме, чтобы тот день застиг вас, как воров, поскольку все вы сыновья света и сыновья дня. Ни ночи, ни тьме мы не принадлежим. Поэтому не будем спать, как остальные, но будем бодрствовать и сохранять бдительность. Спящие обычно спят ночью, и напивающиеся, как правило, бывают пьяны ночью. Но мы, принадлежащие дню, да будем сохранять бдительность и носить нагрудник веры и любви, и как шлем надежду на спасение, потому что Бог предназначил нас не к огневу, а к получению спасения через нашего Господа Иисуса Христа. Он умер за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, спим ли, жили вместе с Ним. Поэтому утешайте друг друга и укрепляйте друг друга, как вы и делаете. Просим же вас, братья, почитать тех, кто усердно трудится у вас, кто руководит вами в Господе, кто увещает вас, и проявлять к ним глубочайшее уважение и любовь за их дело. Будьте в мире друг с другом. Умоляем же вас, братья, увещайте нарушающих порядок, утешайте опечаленные души, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы никто никому не воздавал злом за зло, но всегда стремитесь делать добро друг другу и всем остальным. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ведь такова воля Бога в отношении вас через Христа Иисуса. Пламени Духа не угошайте, пророческих высказываний не презирайте, во всем удостоверяйтесь, твердо держитесь лучшего, воздерживайтесь от всякого рода зла. Пусть же сам Бог мира полностью осветит вас, и пусть ваши дух, душа и тело, здравые во всех отношениях, останутся безупречными во время присутствия нашего Господа Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сделает это. Братья, молитесь за нас и впредь. Приветствуйте всех братьев святым поцелуем. Возлагаю на вас серьезное обязательство перед Господом прочитать это письмо всем братьям. Незаслуженная доброта нашего Господа Иисуса Христа да будет с вами. Глава пятая Что же касается времен и сроков, братья, нет необходимости, чтобы вам писали об этом. Вы и сами хорошо знаете, что день Иеговы придет точно так, как вор ночью. Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда их внезапно постигнет уничтожение, подобно тому, как у беременной женщины внезапно начинаются родовые схватки. И они никак не спасутся. Но вы, братья, не во тьме, чтобы тот день застиг вас, как воров, поскольку все вы сыновья света и сыновья дня. Ни ночи, ни тьме мы не принадлежим. Поэтому не будем спать, как остальные, но будем бодрствовать и сохранять бдительность. Спящие обычно спят ночью и напивающиеся, как правило, бывают пьяные ночью, но мы, принадлежащие дню, доводим сохранять бдительность и носить на грудник веры и любви и как шлем надежду на спасение, потому что Бог предназначил нас не к огневу, а к получению спасения через нашего Господа Иисуса Христа. Он умер за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, спим ли, жили вместе с Ним. Поэтому утешайте друг друга и укрепляйте друг друга, как вы и делаете. Просим же вас, братья, почитать тех, кто усердно трудится у вас, кто руководит вами в Господе, кто увещает вас, и проявлять к ним глубочайшее уважение и любовь за их дело. Будьте в мире друг с другом. Умоляем же вас, братья, увещайте нарушающих порядок, утешайте опечаленные души, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы никто никому не воздавал злом за зло, но всегда стремитесь делать добро друг другу и всем остальным. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ведь такова воля Бога в отношении вас через Христа и Иисуса. Пламени Духа не угошайте, пророческих высказываний не презирайте, во всем удостоверяйтесь, твердо держитесь лучшего, воздерживайтесь от всякого рода зла. Пусть же сам Бог мира полностью осветит вас, и пусть ваши дух, душа и тело, здравые во всех отношениях, останутся безупречными во время присутствия нашего Господа Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сделает это. Братья, молитесь за нас и впредь. Приветствуйте всех братьев святым поцелуем. Возлагаю на вас серьезное обязательство перед Господом прочитать это письмо всем братьям. Незаслуженная доброта нашего Господа Иисуса Христа да будет с вами. Глава пятая. Что же касается времен и сроков, братья, нет необходимости, чтобы вам писали об этом. Вы и сами хорошо знаете, что день Иеговы придет точно так, как вор ночью. Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда их внезапно постигнет уничтожение, подобно тому, как у беременной женщины внезапно начинаются родовые схватки. И они никак не спасутся. Но вы, братья, не во тьме, чтобы тот день застиг вас, как воров, поскольку все вы сыновья света и сыновья дня. Ни ночи, ни тьме мы не принадлежим. Поэтому не будем спать, как остальные, но будем бодрствовать и сохранять бдительность. Спящие обычно спят ночью и напивающиеся, как правило, бывают пьяны ночью. Но мы, принадлежащие дню, добудем сохранять бдительность и носить на грудник веры и любви и как шлем надежду на спасение, потому что Бог предназначил нас не к гневу, а к получению спасения через нашего Господа Иисуса Христа. Он умер за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, спим ли, жили вместе с Ним. Поэтому утешайте друг друга и укрепляйте друг друга, как вы и делаете. Просим же вас, братья, почитать тех, кто усердно трудится у вас, кто руководит вами в Господе, кто увещает вас и проявлять к ним глубочайшее уважение и любовь за их дело. Будьте в мире друг с другом. Умоляем же вас, братья, увещайте нарушающих порядок, утешайте опечаленные души, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы никто никому не воздавал злом за зло, но всегда стремитесь делать добро друг другу и всем остальным. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ведь такова воля Бога в отношении вас через Христа и Иисуса. Пламени Духа не угошайте, пророческих высказываний не презирайте, во всем удостоверяйтесь, твердо держитесь лучшего, воздерживайтесь от всякого рода зла. Пусть же сам Бог мира полностью осветит вас, и пусть ваше дух, душа и тело, здравые во всех отношениях, останутся безупречными во время присутствия нашего Господа Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сделает это. Братья, молитесь за нас и впредь. Приветствуйте всех братьев святым поцелуем. Возлагаю на вас серьезное обязательство перед Господом прочитать это письмо всем братьям. Незаслуженная доброта нашего Господа Иисуса Христа да будет с вами. Глава пятая Что же касается времен и сроков, братья, нет необходимости, чтобы вам писали об этом. Вы и сами хорошо знаете, что день Иеговы придет точно так, как вор ночью. Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда их внезапно постигнет уничтожение, подобно тому, как у беременной женщины внезапно начинаются родовые схватки. И они никак не спасутся. Но вы, братья, не во тьме, чтобы тот день застиг вас, как воров, поскольку все вы сыновья света и сыновья дня. Ни ночи, ни тьме мы не принадлежим. Поэтому не будем спать, как остальные, но будем бодрствовать и сохранять бдительность. Спящие обычно спят ночью и напивающиеся, как правило, бывают пьяные ночью. Но мы, принадлежащие дню, добудем сохранять бдительность и носить на грудник веры и любви и как шлем надежду на спасение, потому что Бог предназначил нас не к огневу, а к получению спасения через нашего Господа Иисуса Христа. Он умер за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, спим ли, жили вместе с Ним. Поэтому утешайте друг друга и укрепляйте друг друга, как вы и делаете. Просим же вас, братья, почитать тех, кто усердно трудится у вас, кто руководит вами в Господе, кто увещает вас и проявлять к ним глубочайшее уважение и любовь за их дело. Будьте в мире друг с другом. Умоляем же вас, братья, увещайте нарушающих порядок, утешайте опечаленные души, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы никто никому не воздавал злом за зло, но всегда стремитесь делать добро друг другу и всем остальным. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ведь такова воля Бога в отношении вас через Христа Иисуса. Пламени Духа не угошайте, пророческих высказываний не презирайте, во всем удостоверяйтесь, твердо держитесь лучшего, воздерживайтесь от всякого рода зла. Пусть же сам Бог мира полностью осветит вас, и пусть ваши дух, душа и тело, здравые во всех отношениях, останутся безупречными во время присутствия нашего Господа Иисуса. Иисуса Христа верен, призывающий вас, который и сделает это. Братья, молитесь за нас и впредь. Приветствуйте всех братьев святым поцелуем. Возлагаю на вас серьезное обязательство перед Господом прочитать это письмо всем братьям. Незаслуженная доброта нашего Господа Иисуса Христа да будет с вами. Христа